У западного подножья городища Древнего Плесницка, в долине среди лесов, спрятался подгорецкий Благовещенский монастырь чина святого Василия Великого. Его построили в период с 1706 по 50-й годы на месте Древнерусского монастыря, основателем которого была легендарная княжна Елена, дочь бельского князя Всеволода. После монголо-татарского нашествия в 1241 году монастырь был разрушен. Впервые он был отстроен в 17-м, а современный вид приобрел в 18-м веке. Перед храмом находится звонница. Теперь она полностью перестроена и утратила свой первоначальный вид. На звоннице установлена мемориальная доска с указанием даты первого Древнерусского монастыря. Вторая посвящена 400-летнему юбилею служения отцов Василиан. Ануфреевская церковь в стиле барокко построена в 1750 году. На южном фасаде церкви находятся старинные солнечные часы. Три белокаменных портала соответствуют расположению нефа, центральному более широкому и меньших по сторонам. К сожалению, росписи храма безвозвратно утрачены, но сохранился оригинальный барочный объемный иконостас 18 века со скульптурными работами Павла Гижицкого. Подобных этому произведений сакрального искусства на Украине есть только два. В храме хранится чудотворная икона Подгорецкой Божьей Матери. Справа от входа находится высокий омвон с барочными фигурами трех святителей. Из старинного убранства храма сохранилось еще два боковых алтаря – преображение Господня и усекновение головы святого Иоанна Крестителя. В храме святого Ануфрия состоялась первая в западноукраинских землях панихида за упокой Тараса Шевченко. В Подгорецком монастыре находилась большая библиотека, остатки которой в начале 1970-х годов передали Центральному историческому архиву Украины города Львова. К храму привыкает двухэтажное здание келий, построенное во второй половине XVIII века. Комплекс Василианского монастыря у Плисницка относится к выдающимся памятникам барочной архитектуры Галецкой школы, а венцом творения является старинный памятник природы – целебный источник. В 1991 году комплекс монастыря передали монахам-василианам, которые на протяжении короткого времени полностью восстановили святыню. В нескольких сотнях метров от монастыря у подножия детинца древнего Плисницка раскинулся живописный массив из старых дубов и буков. Он всегда вызывал восхищение у путешественников. Одна из плесницких легенд повествует о том, что именно здесь любила прогуливаться основательницам старя княжна Елена. И до сих пор это место называют парком Елены. Парк Елены На месте, где сейчас располагается хутор Плисницк, около тысячи лет назад находился древнерусский летописный город Плисницк. Он дважды упоминается в Лаврентьевской и Ипатьевской летописях и один раз в слове о полку Игореве. До нашего времени сохранились валы и оборонные рвы летописного города Плисницк, существовавшего с VII по XIII века на границе Галиции и Волыни. Этот торгово-ремесленный город долгое время обладал право на самоуправление. Его территория вместе с посадом и пригородом занимала почти 160 гектар. Строители использовали природные особенности Высокого плато, соорудив очень сложную и труднодоступную оборонную систему из семи оборонных рубежей. Археологические исследования позволили установить сложную оборонительную систему города. Она хорошо показана на макете, которая демонстрируется в одном из залов Подгорецкого замка. В VII-VIII веках на вершине Высокого плато возникает первое поселение. Его площадь составляет около 10-12 гектар. В это время возникает отдельное ремесло – гончарное, железоделательное. Развиваются домашние промыслы. В IX-X веках территория Плисницка увеличивается за счет заселения более удобных для ведения сельского хозяйства окружающих участков. Площадь города возрастает до 150 гектар. Развиваются различные виды ремесел и промыслов. Но главным занятием жителей города является земледелие и скотоводство. В связи с частыми войнами в конце X-X веках в Плисницке строится замок, вокруг которого сосредотачиваются дома местного населения. Площадь города при этом уменьшается, но увеличивается плотность его застройки. В 1199 году князь Роман Мстиславович присоединил Плисницк к Галицкому княжеству. В силу того, что Плисницк лежал на пограничных землях Галиции и Волыни, и важном пути Перемель-Броды-Плисницк-Галич, город являлся важным стратегическим пунктом. Именно для контроля за этим путем в Плисницке в XII-XIII веках строится сложная оборонная система. Плисницк превращается в большой, труднодоступный город. Дальнейшее развитие Плисницка прервало монголо-татарское нашествие. В 1241 году войска хана Батыя разрушили Броды, Плисницк и множество других городов и сел Галицка-Волынской Руси. После монголо-татарского нашествия жизнь в городе остановилась не сразу. Судя по материалам раскопок, какая-то его часть оставалась заселена еще вплоть до XIV века. Археологическими исследованиями установлено, что древний Плисницк состоял из двух почти одинаковых частей – верхнего и нижнего города. Верхний город располагался на вершине плато, а с юга, юго-запада и запада к нему прилегал нижний город. Он занимал склоны горы и долину. Уровень нижнего города был на 60-80 метров ниже верхнего. Теперь на просторах прежнего нижнего города раскинулся небольшой хутор Плисницка. А в верхнем городе жизнь прекратилась еще в XIV веке. В верхнем городе находился Детинец. Это административный и политический центр Плисницка. Чтобы обеспечить надежную оборону верхнего города, на северной более уязвимой стороне плато было устроено 8 рядов земляных валов с орвами. Волы строились разной высоты. Крайний вал был более низким. Его высота составляла около 2-3 метров, а ширина 4-5. В меру приближения к Детинцу валы ставали более высокими. Их высота доходила до 60 метров. Расстояние между оборонными линиями составляли от 70 до 120 метров. И теперь, смотря на остатки древнего Плисницка, трудно представить, каким образом почти тысячу лет тому назад люди смогли выполнить такой огромный объем земляных и строительных работ. Удивляют также и размеры древнего города. Его площадь составляла 160 гектар и была больше, чем площадь таких древнерусских городов, как Галич и Черников. Она уступала по площади только Киеву. По скромным подсчетам, население только верхней части города составляло 5 тысяч, а общая численность – не менее 10 тысяч человек. Сейчас Плисницкое городище охраняется на памятник археологии государственного значения, о чем говорит установленная табличка «Ипорядка». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...